Скажите, Виктория, а вот после всего того, что с вами случилось, после этого развода, оскорблений, вы не разочаровались в исламе? Вы знаете, я в исламе не разочаровалась. Я 20 лет в исламе, и я уже не представляю свою жизнь без ислама. Но есть вопросы веры. Это интимные мои дела, сердечные мои дела. Платок он показывает наружу людям, что типа я мусульманка, но это идет все от сердца. Я разочаровалась в мусульманской общине, людях-носителе ислама. Это по полной программе. Два года я уже, я говорю, я тихонечко год сидела, ждала, не то что сидела, таксовала, работала, пыхтела. Город маленький у нас, все видно. Все знали, что она жена муфтия, бывшая, не бывшая, не важно, она таксует. Это разве не унизительно? Мне как-то сказали, закрой рот. Я говорю, хорошо, я закрою рот, когда вы покажете мне бывшую или нынешнюю жену муфтия, которые таксуют. Покажите мне, тогда я закрою рот. Не помогла мне эта община, руку помощи не протянула. Плевали они на меня, да и все. Еще с высокой трибуны, заявляя о пожертвованиях, которые льются в общину, как сказал этот Тангеев, правая рука муфтия, послушный человек, потому он правая рука, полностью послушный подчиненный. Венгуш по национальности. Другого сейчас пригласили еще тоже. Ну ладно. 80 тысяч рублей мы собрали пожертвованием. Куда они идут? Они идут на помощь прихожанам. А я вот одинокая женщина, разведенная, у меня с пятью детьми, я таксую. Как вы считаете? Я же не пойду там с протянутой рукой, дайте мне, подайте. Кстати, если я пойду и буду руку муфтию целовать, может я что-то получу. Но я руку муфтию не целую, и вдруг он там еще, и еще он чем-то недоволен, там, в своей бывшей супруге. Вот в таком я положении оказалась. Никаке это у меня даже не было предложено. Возьми там что-нибудь, детям хоть купишь там что-то, подарки какие-то. Да или просто, нужно ли тебе что-то. Ни разу не спросили. Сама справишься, типа там. Типа вот я, вот я не женщина, я не человек какая-то, как будто не от мира сего, прокаженная, что ли, я не знаю. Поэтому полное разочарование, не только в местное мусульманское, вообще, я уже говорила, я обращалась за помощью к его друзьям, кстати, к арабам, которые я знаю, друзья его приближенные, как каким-то образом посодействовать мне в этом вопросе. Ноль эмоций, даже трубку не брали, трубку бросали, что с ней говорить. Как я обращалась в вышестоящие, да, в это, в центр, в российские, мусульманские, тоже знают о моей проблеме. Да плевать они хотели, плюнули-то, ладно, сами разберутся. Типа семейные дела, давайте, тихо решайте там между собой. Вот такая политика, моя хата с краю ничего не знает, видеть не хочу, слышать не слышу, ничего не вижу, ничего не вижу. Это полной мере отразилось вот здесь, например, в моем положении. Поэтому разочарование в этом полнейшее, конечно. Я вот и уже говорю, что не мусульмане, да, местное там общество, как я говорила, помогают, вот как-то сочувствуют. Вот даже директор автошколы, которая, его супруга и я знакома, она знает меня, она видела все в течение всех этих годов, сколько я помогала, там уже старалась, там вот работала, детей поднимала. Она мне посочувствовала, и она сказала своему супругу, директору автошколы, позвони-ка ей, что она таксует, может тебе это нужно, что ты возьмешь ее в автошколу. Тут же он перезвонил вечером. Люди не мусульмане, вот тоже своими, обычные люди. И сразу он мне позвонил, и протянул руку помощи, я благодарна ему до сих пор, Павел Чеботарев и супруга Антонина его. Так они поняли, без всяких слов и много чего говорить не надо. И что дальше? Других людей тоже, хотя бы такое устное. Я много не распространяюсь, не говорю, но здесь конкретно человек, например, какое-то место для работы предоставил, которое мне так важно. Потому что я вообще в таком отчаянии, она меня увидела, даже не узнала, говорит, почему так похудела там, я не знаю, сразу как-то сообразила, что к чему. Ну не мусульманская община. Муфти сказал, ты плохая, значит. Если Муфти ушел из семьи, значит ты плохая женщина. Я говорю, да подождите, подождите, какая я плохая, да подождите, все, разговор понятен. И все, кстати. И позиции мужчин, и женщин, женных. Поэтому я, например, создала свою женскую организацию. Коротко говоря, это организация помощи женщинам-мигранткам, этнических конфессиональных меньшинств. В надежде на то, что, во-первых, я понимаю положение женщин, оставшихся в трудной ситуации. И женщины, вот мигрантки, этнические, в том числе мусульманки входят в это понятие. Когда все хорошо в семье, это все хорошо, я как бы, нет, у меня никаких разговоров, ничего. Но как только плохо что-то получается там, знаете, с какой массой проблем они сталкиваются. Они не просто, они вдвойне, в тройне худшем положении здесь находятся. Во-первых, из-за того, что чувствуют себя отброшенными, выбросами из той семьи. Потому что она женщина, она плохая, да, потому типа там или развод, или что-то, да, не получилось в семейной жизни. Плюс еще здесь она выглядит не как все, да, она обычно темненькая, там, видно ее национальная принадлежность. Или униформа, как у меня в платке, да. Еще в тройном ей труднее устроиться на работу. Без образований, как правило, рожаем уже, мы детей же рожаем, пока мужья-то там становится. Рожаем детей, мы застреваем дома, у плиты стоим, варим, мужей обслуживаем по полной программе. Ублажаем во всем, чтобы было мужу хорошо. А когда этот муж воспользовался, ушел, запросто, но нормально. Что я говорю об алиментах, просто так же, если бы мне была поддержка материальная, я бы немножко больше спала. Я сплю по 4-5 часов, я не досыпал меня. Я домой прихожу в 9 часов вечера. Я в 8 утра ухожу, я в 9 вечера прихожу. Что я делаю, как вы думаете, я просто валюсь с ног от усталости, быстро засыпаю. Хорошо дети понимают, мне массаж делают, кормят меня. А выходные тоже стараюсь работать, потому что жизнь дорогая, до минуса. Еще даже, вот сравнить даже с Питером, с Москвой, на 20% у нас жизнь-то вся эта дороже. Продукты питания, это все. Еще хорошо машины работают. Не дай бог ремонт потребуется. Знаете, сколько денег надо? У меня машинка моя, это кормилица моя. И боюсь того дня, что она не сломалась, чтобы не покупать какую-то деталь и нанимать мастера. И сколько это денег стоит? Вообще, не знаю, я живу, меня как-то я сказала, живу сегодняшним днем на перспективу, не знаю. Ну, как человек верующий, на Бога надеюсь. Ну, иногда приходят такие минуты отчаяния. Ну, слава богу, я не пью, не спиваюсь. Ну, вообще, любая женщина может и в таком отчаянии все что угодно сделать. Держусь. Так что так. Еще о детях думать надо в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok